Всем привет! У нас сегодня очередной экспресс-видеоразбор, и сегодня в объектив наших камер попала раздача, которую я сыграл против своего хорошего друга и моего первого ученика, Данилы Ака Мирр 69, Ака актер порно, Ака очень удачливый человек, может быть вы видели как он занес джекпот в 250 тысяч евро. Такая наделавшая шуму истории, и раньше он активно стримал на Твиче, но сейчас отошел от этих дел, начал заниматься кино, но видите, покер они отпускают и все рано или поздно сюда возвращаются. И вот Данила пришел мыть бонус не на депозит, а на возврат, которым его заманили Покер Старс обратно. Бонус отмыл, и все продолжает играть, теперь уже на регулярных столах, и вот мы против него сыграли раздачу интересную, где этому подонку отгрузил 100 кровных долларов. В общем, как выглядела эта раздача, и что вы полезного для себя из нее извлечете. Мы здесь разберем игру без позиций, стоит ли превращать готовые руки в лев в споте котов против баттона. Итак, какой был экшен на префлопе, я открыл валет 10, получил 3 бет с баттона. Такая рука входит в рейндж моей защиты котов против баттона, обычно она показывает лузерейт меньше, чем минус 250 вб на 100 при коле. Поэтому я ее заколировал, вышла такая доска, я попал в топ-пару с бэкдорчиками, собирался играть чек-кол, но тут неожиданно Данила чекнул. И обычно, надо сказать, в такую структуру доски довольно высокий будет процент конбета. Пожалуй, чекаться сюда будет разве что небольшой процент туз-королей, иногда туз-дамы, какие-то, может быть, иногда 8х или десятки, слоу-плеи по валетам. И, может быть, какие-то мелкие одномастные туз-королей, которые совсем никакого эквити не имеют, поэтому сюда их не ставят через конбет, но вообще такая очень конбетная доска в позиции. Я получил чек, и вышла неприятная карта по терну, как раз вот его слабые туз-королей доехали. Какие-то туз-королей доехали, туз-дамы, впереди которых я был по флопу. И тут интересный спот, я играю через чек, Данила ставит. И здесь у нас выбор, на самом деле, между чек-фолдом и чек-рейзом. Я играл эту раздачу на стриме, конечно же, чек-фолдить я не собирался, и поэтому я решил превратить свою руку в блеф через чек-рейз терна и пуш по риверу. И тут вопрос в том, насколько это хорошо делать, да, потому как мы здесь играем против уже какого-то готового рейнджа, но при этом этот готовый рейндж не содержит в себе достаточное количество нацов. То есть, если у меня здесь есть туз-валеты, восьмерки, валеты, может быть часть четверок, то у Данила этого практически нет, потому что, ну, большую часть тузов он ставит. Слоу-плей это разве что карманные валеты, но опять же я их блокирую, восьмерки он ставит. И мы имеем дело с капнутым рейнджем, на который мы можем надавить. Ну, сейчас проверим вообще, насколько это имеет смысл, надо ли так делать, или просто надо было играть чек-фолд по терну и сдаваться здесь. Ну, против я его рейнджа посмотрел, что мы, собственно, с валет 10 очень плохо стоим, чек-колить мы там точно не можем, то есть, действительно, либо чек-фолд, либо чек-рейт с превращением руки в блеф. И я вот задал примерно такой рейндж чек-рейта себе, то есть, я задал сначала рейндж своего колд-кола на префлопе, вот так он выглядит, половину туз-валет я колю, все король-дамы, ну, и вот вы и остальные руки видите у себя на экране, которые я колирую. Так как я не сыграл чек-кол, лид-бетом я не играю в такую структуру доски, то есть, я 100% рук-чекаю. К терну у меня выходит такой рейндж, я думаю, вот такой рейндж я здесь буду чек-рейзи, то есть, чек-рейз у меня будет 25%, почему? Потому как я нахожусь без позиции, и мне сложно добрать с его каких-то подконтрольных рук, типа, например, слабого туз-икс, или какого-то туз-короля туз-дамы, который он иногда может единичный поставить бетом по терну и по риверу уже прочек-бекать. То есть, если у меня у самого будет туз-король, я, скорее всего, сыграю туз-король через чек-рейз, у меня здесь небольшая часть туз-король есть в коле на префлопе, котов против баттона, я буду чек-рейзить все две пары, сыты, ну вот, и, соответственно, я буду превращать в блеф некоторую часть своих готовых рук, ну вот, например, я вбил все валит-10, и все 8х я здесь вбил, которые я здесь могу превратить в блеф. Также я добавил сюда небольшой процент ОСД, почему небольшой, почему я здесь не добавлял флэш-дро различные, ну, просто по причине того, что часть таких рук, большую часть таких рук я все-таки сыграю через лид-бет по терну, как раз в попытке выбить какие-то его рандомные руки, либо с шоу-даун-вэлью, либо без шоу-даун-вэлью, ну вот, поэтому часть рук я здесь буду играть через лид-бет, но это, скорее всего, будут ОСД-шки какие-то, которые мне не очень комфортно здесь чек-колить, и это большая часть ФД. Поэтому вот такой вот у меня рейндж из чек-рейса нарисовался, и я здесь просто хочу сравнить, насколько комфортно будет Даниле откалывать в данном случае, если, например, какой-то туз-король, если он у него здесь оказался. Я играю чек-рейс, и, предположим, если я пихаю 100% рук, которые я играл через чек-рейс, по такому терну, по такому риверу, да, то его эквити примерно 33%, я ему даю шансы банка на колл, сколько там, по риверу, 31%, то есть такой слабо-плюсовый колл, и это с учетом того, что если я все, промазав, ну, все руки превращаю в блеф, если я превращаю какой-то неполный процент, например, там, не знаю, 70% я деблефовываю, и здесь, там, 70%, то у него уже эквити, конечно, будет похуже, и этот колл уже будет минусовым, поэтому здесь, на самом деле, человеку с капнутым рейнджем довольно тяжело продолжать, особенно если он играет против какого-то не очень агрессивного регуляра, которым я, собственно, являюсь, у меня невысокая агрессивная фрекенсия по риверу, у меня не сказать, что там какой-то кошмарный ВВСФ, всего 46, и беты по риверу у меня низкие, и чек-рейсы тоже не сказать, что очень большие, да, но они присутствуют, но не сам. То есть я в его глазах, в принципе, выгляжу как вполне себе стандартный и не очень блефовый рег, и поэтому мне здесь будет довольно тяжело откалывать туз-король, и это будет либо минусовый колл, либо слабо-плюсовый, в принципе, здесь можно оверфолдить из таких соображений туз-король. Я не знаю, будет ли оверфолдить Данила, но по идее оверфолдить можно против такого рега, потому как это не очень блефовый спот, у меня здесь хватает нацов, и даже если я блефую с не очень большой, ну, точнее, с очень большой частотой, то все равно колл выходит такой себе. Но давайте теперь посмотрим, как выглядит раздача с точки зрения Данилы, его рейнджа, то есть как он выглядит на терне, и как он выглядит на ривере. Я ему здесь задал спектр его бета, то есть он здесь бетит большую часть рук, чекают, он всего 17%, то есть спектр его кон-бета здесь 83%, но все-таки часть чеков у него здесь будет небольшая. И по терну тут интересный вопрос. Сначала я здесь задавал, что он просто, у него есть какие-то туз-хайи, которые он прочекал, и вот просто он здесь все туз-хайи, например, ставит. Сначала я так рассматривал эту раздачу, и потом 50% просто он защищает от этого, для того, чтобы не иметь какой-то эксплойтный бетфолт по терну. То есть мы здесь просто предполагаем, что он знает, что мое фолт-эквити, требуемое для плюсового чек-рейза с любыми двумя картами, таким сайзингом, это примерно 50%. То есть я здесь делаю рейс 28, за пот 29, то есть требуемое фолт-эквити около 50%. Ну и, соответственно, он защищает чуть больше, чем 50%. Ну и вот такую частоту он защищает. А в этом случае мы некоторые деньги уже делаем на терне. Иногда мы выбиваем здесь часть слабых туз-х. Но потом я пообщался с Данилой в телеграм-канальчике, попереписывались мы, и он говорит, что он здесь не ставит слабые туз-х. Ну, нам это неизвестно, конечно, во время игры, как здесь оппонент себя ведет, ставит он слабые туз-х или не ставит. Ну, давайте предположим, что человек здесь действительно не ставит ни один слабый туз-х. Он начинает ставить, начиная с туз-10, да, и все, что сильнее. Здесь у него в этом случае бет потер, но очень низкий. Ну, как вы видите, у нас здесь все грустненько. Давайте я им еще добавлю какие-то виг-пары, которые он в блеф превращает, да. Может быть, какую-то часть новомейт-хендов по типу гатшотов. Вот такой у него примерно будет спектр бета. Ну, на чекрейс, соответственно, он здесь выкидывает все эти гатшоты и виг-пары, но фулл-тек ведь все равно очень низкая, потому что понятно, что на чекрейс он не выкинет здесь туз-10 или туз-даму. И в этом случае единичный чекрейс точно лишается смысла. То есть, в каких ситуациях единичный чекрейс будет хорош, ну, в таком споте, не обязательно, если вы играете против Данилы. В том случае, если оппонент, во-первых, часто делает тонкие вальюбеты, например, с каким-то слабым туз-x, и при этом он еще на ваш чекрейс их выкидывает. Если это справедливо, то можно сделать иногда единичный чекрейс, если достаточно часто оппонент выкидывает по терну, тогда можно уже дальше не рыпаться. Но если это оппонент, как Данила, который, например, будет выкидывать только 50% от своих тонких вальюбетов, или он, в принципе, тонко не вальюбете, здесь слабый туз-x, и поэтому у нас фулл-тек ведь очень низкая, то мы либо должны отказаться от блефа, либо делать большой блеф, то есть мы должны играть чекрейс-стюард и пихать в блеф по риверу. Ну, возможно, пихать в блеф по риверу, мы это еще не определили. Ну, допустим, посмотрим, есть такой рейндж, и сначала взобьем, ну, тут у нас получается 100% рейндж, если он калирует все туз-x. Но я думаю, что это не будет справедливо, потому как мы определили, что даже против моего спектра туз-король стоит очень плохо, и поэтому, например, если он здесь будет откалывать только туз-король, то рейндж его кола будет 70%. Но опять же, давайте мы просто дадим какие-то блеф-колы здесь. Блеф-колы. Ну, например, с частотой 50%. Туз-король, туз-даму без подразделения на что-либо. То есть если он здесь калирует 50% туз-король, туз-дам, то наш блеф такой себе, такой себе, если говорить по правде, то он минусовый. То есть если он здесь выкидывает 60% туз-король, туз-дам, тогда этот блеф будет хорош. Ну, или, допустим, у него здесь вообще туз-дам в коле нет, тогда все у нас здорово и классно, если он калирует только 40% туз-король. Какой из этого можно сделать вывод? Был ли хорош блеф против Данилы? На самом деле нет. Почему? По одной простой причине, что у меня недостаточная выборка рук на него сейчас. Я не знаю, как он играет на дистанции. То есть у меня на него всего 820 раздач. Потому как, на самом деле, этот блеф очень хороший. Если ваш оппонент умеет делать большие фолды, если он может оверфолдить, если он понимает, что эта линия выглядит очень сильно, что у нас здесь не капнутый рейндж, что даже туз-король он откалывает либо в минус, либо в слабый плюс, в этом случае он будет оверфолдить. Но такие оппоненты имеют определенную статистику. То есть у них обычно низкий венту-шоу-даун, ниже 25%. У них высокий фолд на бет ривера. Ну вот, например, там, больше 60%. Но у меня нет достаточной выборки. То есть если бы у меня на, не знаю, там, на 3000 раздач была бы такая статистика, я видел, что у Данилы венту-шоу-даун 26%, выкидывает он по риверу 60%. И при этом я точно был бы уверен, что он про меня все знает, что у меня небольшая агрессия по риверу, что у меня небольшие чек-рейзы беты по риверу, что я в целом не агрессивный. В этом случае я бы точно был уверен, что он здесь будет оверфолдить по риверу на такую сильную линию, где он не предполагает много блефов и точно будет выкидывать там 50-60% от своих туз-кс, от своих блоф-качеров. В противном же случае, если мы этого не знаем, то нужно просто играть чек-фолд-терн, либо мы, если знаем, что оппонент телефонистый, и мы не можем его заблифовать на ривере, опять же нужно играть через чек-фолд-терн. Если же вы знаете, что оппонент достаточно нитовый, если вы знаете, что вы в его глазах выглядите тоже как не очень агрессивный оппонент, то в принципе эта ситуация неплохая для большого блефа, потому как оппоненты здесь вполне себе могут испугаться вашего чек-рейза и пуша по риверу, потому что он выглядит сильно. Блефов в их глазах у вас здесь не так уж и много, и при этом у достаточно нацев, это и туз-валет, и валеты, и восьмерки, и часть четверок, и может быть туз-4 с ютовой, поэтому против аккуратных оппонентов мы бы здесь блефовали. Ну а против Данилы, неизвестного, против неизвестного Данилы блефовать не стоит. Ну и давайте под завязочку вот этой минусовой сессии, которую кошмарно сыграл, еще один спот против Данилы, ну уже не для того, чтобы разбирать, и просто показать, насколько хорош Данила. В 2020 году я здесь подбил карманные тройки, здесь у нас фиш на катофе, фишной оппонент на ББ, все здорово. Данила тут в троих ставит бет, еще один парень коллирует, я в троих играю через рейс, Данила задает мне широченный спектр блефа, и делает ГТОшный кол, фиш выкидывает, я ставлю пол потика, замазывающий, Данила, конечно же, по ГТО тоже нажимает кол, ну и ривер уходит ужасно для нас, Данила играет через чек, я играю через чек, и смотрю на король пять сьют, и думаю, сука, какой же ты лаки фиш. А на этом все, всех благодарю за внимание, пока. Субтитры создавал DimaTorzok